приветствую любителей видео то есть видео манов и сегодня стараемся ответить на такой вопрос зачем 2021 году все еще продаются фильмы на 9 дисках кажется уже и blu-ray то устарел и больше вроде бы все меньше купателей на блю-рей диск да и уже 4k формат уже достаточно не новые ну например вот покажу какие-то примеры вот например роскошнейший фильм зак снайдер пытается его переснимать не знаю что он там хочет на переснимать потому что совершенно роскошный фильм как бы все вроде бы уместно все классно сделано это уже в 4k диски пошли или вот например тихоокеанский рубеж пацифик рим диск по итальянский тоже 4k и тут вдруг вот ни с того ни с сего 9 и вот этот вопрос мы будем исследовать насколько 9 плох насколько blu-ray хорош с точки зрения характеристик вы знаете но даже спорить глупо конечно же blu-ray диск ну не сравнимо качестве не показывает у него выше разрешение у него сочнее красивее намного цвета и если брать диски 4k то там еще добавилось больше градации темного от темного к светлому и поэтому там картинка еще красивее благодаря hdr главное чтобы ваш телевизор поддерживал но просто дело в том что существует сегодня и blu-ray и 4k проигрыватели которые могут эмулировать hdr и в общем то я особо не вижу разницы эмулированный hdr и оригинальный по-моему вот по крайней мере на моем оборудовании это все выглядит ну примерно одинаково также мы упускаем такую вещь как 3d фильмы ну конечно же 3d фильмы они шикарные и честно говоря я не вижу особо смысла в 4k когда есть 3d на blu-ray их сожалению 3d фильмы тоже постоянно исчезает исчезает так почему же покупая до сих пор на дивиде разрешение низкое показывает дивиде соответственно отвратительно цвета плохие много видно артефактов на изображении и тем не менее ну отчеты показывают что много продаж осуществляется причем ну цены на сегодня последнее время не почему все время растут это казалось бы кому этот формат нужен в общем но ответ на самом деле простой все такие вот ведущие игроки которые могли проталкивать видео в массы они ушли с нашего рынка и поэтому в общем то мы оказались в таком бедном положении все заводы которые вы производили blu-ray диски в россии закрылись поэтому у распространителя или продукции лицензионные остался какой выбор заказывать за границы с границы безусловно цена вообще не сравним с тем с той которая была если печататься на местном заводе поэтому раньше у нас были blu-ray диски за 60 рублей за 100 рублей за 40 рублей за сторону 110 120 рублей так далее сейчас конечно же это слабо реально потому что заказать за на зарубежном заводе диск где там работники работают за доллары и цена соответственно него получается тысячу и две тысячи за диск как мне по карману не по зарплате конечно же получается это не очень интересно тем не менее такие диски выпускают все это делается красиво но это дорого и не все готовы но по-прежнему можно штамповать на двери дисков и кроме того по прежнему просто гигантские запасы уже готовых этих 9 дисков с фильмами например которые нужно как-то продать и смотрите какая ситуация получается интересная на blu-ray какого-то фильма вы просто физически купить не можете при всем огромном желании но нету не продают они когда-то были тиражи небольшие они все кончились и этих фильмов нету а на дивиди эти фильмы есть кроме того есть такие фильмы на дивиди которые на blu-ray не выходили вообще никогда и что же теперь не смотреть эти фильмы но это такое себе решение согласитесь кроме того а вот этот вот подход что она дивиди очень плохое изображение у меня есть серьезное подозрение что к этому сильно приложили руку и производители техники которые сделали так чтобы дивиди показывали сильно хуже с одной стороны может быть это стало следствием того что стали экраны большей диагональю конечно же на лт-телевизоре дивиди выглядел божественно очень классно очень подробно но на современных жк экрана с большой диагональю они выглядят в основном отвратительно и вы смотрите думаете какой кошмар как это вообще такую муть можно смотреть ничего не видно плохое плохая детализация плохая подробности так далее но друзья тут даже дело не в том что можно сказать это такой плохой там дивиди или blu-ray проигрыватель потому что конечно же blu-ray или dvd проигрыватель может повлиять на качество отображения диска но потенциально глобальное влияние оказывает телевизор и я просматривая дивиди на разных абсолютно проигрывателях как бы разного уровня не на дешевых 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 самое дешевое что у меня было это blu-ray lg 450 550 но все остальные были ощутимо дороже ну и основной который сейчас пользуются sony x700 4k ultra hd blu-ray player стоимостью больше 20 тысяч рублей был сейчас я не знаю сколько стоит сейчас может быть наверно дороже даже он стоит и это все не помогало и только телевизор показал а то что оказывается 9 то может классно выглядеть если телевизор умеет это все хорошо обрабатывать то есть у меня достаточно много есть телевизоров samsung 7 серий 6 серии там и 5 серий и разные диагонали но и самая большая 65 дюймов 4k и и есть кривые samsung и вот эти вот курс загнутые такие и знаете они все 9 показывали омерзительно то есть вот на них дивиди смотреть ну невозможно просто отвратительно и вот только с появлением у меня телевизора умеющего 3d это philips модель 7150 я с удивлением увидел что оказывается дивиди то может классно выглядеть и детализация там ну достаточно высока чтобы я видела пор и все там классно выглядело ну конечно же блюрей будет лучше но в целом очень даже неплохо по крайней мере это выглядит не хуже чем hd каналов по каком-нибудь кабельному телевидению когда вы смотрите фильмы с hd каналов ну примерно что-то похожее ну то есть довольно прилично а кроме того часто какие-то фильмы вообще сейчас сжимается более качественно например вот такой вот дивиди мне дарили с преподавали при покупке по моему на озоне так там вообще отличная картинка на удивление но она опять же на вот этом телевизоре то есть это все зависит от телевизора и поэтому когда в общем нет возможности купить фильм то иногда и остается единственный выход это приобретение фильма на дивиди но для этого опять же повторюсь и желательно чтобы телевизор был хороший например вот этот вот philips 750 и мало того что он имеет роскошное 3d у него есть технология добавления кадров шикарная у него очень красивые цвета и очень хорошее улучшение качества изображения системы ну то есть там все сходится и получается потрясающая вещь в общем восторг визуальных и это далеко не топовая модель там есть еще больше как бы более больше улучшение другие модели могут привести например эта модель только 800 таких вот мифических кадров якобы дает рейтинг а там есть у филипса модели с 1600 якобы кадрами поэтому там еще есть и куда лучше и куда лучше и тем не менее такой потрясающий эффект и значит какие плюсы на дивиди и да они есть плюсы на дивиди то есть плюсы blu-ray у нас те такие же что шикарная картинка потрясающая картинка очень высокое качество изображения просто ну я и одним словом скажу абсолютно потрясающее качество изображения но не на каждом фильме но например вот я покажу как пример бойцовский клуб качество изображения на blu-ray очень шумная то есть сильно видно зерно пленки и детализация крайне низкая я бы вот даже не сказал что это как с чем-то особо лучше чем обычный 9 диск то есть тут как бы не очень принципиально мне кажется вот когда такой фильм или например там на игле тоже достаточно некачественный трансфер или может сама пленка лента была такая вот не очень качественно это явно что тот что другое как минимум это 35 миллиметровая пленка том что и похуже там использовалась но вот это фильм который далеки понятия blu-ray качество но фильмы абсолютно шикарный поэтому обижаться не видно не вижу на что можно или вот например виз значит вендетта вроде бы blu-ray вроде бы диск большой много места но крайне небольшой битрейт просто катастрофически низкий 12 мегабит то есть очень мало обычно там 20-30 мегабит здесь в 12 9 4 5 вот такой битрейт в течение всего фильма происходит в общем примеров много значит итак у blu-ray плюсы если трансфер классный если лента использовалась классная качественная или вообще может цифра использовалась хорошая то blu-ray конечно рекордсмен какие минусы у blu-ray ну коробки знаете вот пример классно кстати фильма коробки но достаточно таки не презентабельные выглядят вот для примера я покажу как выглядел фильм на dvd недавно и присматривал его это терминатор 3 совершенно роскошное в стекле очень красиво все конечно у них по шарфан но все это очень классная картинка была на фильм все очень хорошая и сам фильм не очень понравился просто весь был бесподобно единственное там не понравилось за весь фильм только сцена битва терминатора со своим врагом тоже с терминатор шей где он ее главой в унитаз засовывал так далее но просто какой-то маски шоу какой-то было неуместное это единственный момент был который мне фильме не понравился так вот с огромным восторгом пересмотрел в очередной раз и вот в стекле это совершенно роскошное издание в отличие от просто вот как пластмасска непонятная да конечно же бывает и более интересное решение вот например вот 3d версия фильмы пасы фикриму это тихоокеанский рубеж 3d вот она в таком виде это коробка собрать страны диск лежит под крышечкой такой интересный ну то есть понятно коллекционка все очень классно сделано или там какие-то другие варианты неплохие вот очень красиво сделан тоже дор следопыт но и на самом деле это вот такого сливки если под ним обычно опять же диска ничем не примечательно если бы только в этом была разница но дело в том что когда вы включаете блюрей диск вас купившего лицензионный или фирменный продукт особенно конечно если лицензионный вас сам просто замучают показом какой-то бесконечная реклама каких-то непроматываемых бесконечных заставок на которые не хватает никакого терпения и потом наконец начинается фильм и вот вы его смотрите но допустим вы кузы вам надо дать и вы выключили фильм после того как вы опять включите проигрыватель вас заставит опять просматривать вот этот вот сон бесконечных роликов рекламных и так далее так далее вы начнете там искать где же восстановились на блюрей есть система которая запоминает место где вы смотрели но она не работает на большинстве дисков просто то есть какие-то диски на которых эта вещь срабатывает она называется юка контрол но очень мало фильмов на которых она срабатывала потому что обычно она никак не срабатывала и потом не возвращалась и вот это огромные минусы конечно блюрей какие плюсы у 9 если я смотрю фильм и я выключил его в на любом месте просто я выключил проигрыватель когда я следующий раз включу проигрыватель он мне начнет показывать именно с того места где я остановился не показывая снова и вот эти рекламные какие-то шляпы то есть фильм просто с немедленно пойдет с этого же места и это шикарно это очень хорошо второй момент подавляющее большинство фильмов на виде они полноэкранные то есть у вас здоровенный телевизор и картинка показывать на весь экран без вот этой амбразуры как в танке а подавляющее большинство фильмов на блюрей вы смотрите их так вот из в тонкую щель амбразуры в танке в каком-то вот это тоже ощутимое такое впечатление потому что у вас грубо говоря при просмотре с 9 банально больше экран больше изображения и но это классно ведь это безусловно классно конечно же на 9 обычно более разнообразные оформления здесь все однотипно однотипно уныло однотипно а здесь вот пожалуйста и виде в стекле вот пожалуйста в таком бумажном кейсе космическая одиссея это 9 и 9 вот пожалуйста тоже вот в таком картонном виде big trouble in little china большие неприятности в маленьком китае потрясающий фильм с куртом расселом фантастика такая вот великолепная то есть все очень классно сделано по моему это не кажется пиратка не уверен я даже пираты такие вещи делать здесь вот стекло то есть все очень здорово вот лицензию брал тоже на этот самом таком убогом виде как вот обычный блюрей диск я считаю сравнимо просто убогая коробка и вот сериал для интерфидов сериал кстати мне плохой но я чуть не ожидал что он так быстро кончится на самом деле там можно было продолжать и продолжать так вот вариант или вот такие вещи для чего покупать 9 до ну друзья ну попробуйте купить 20 из будущего на блюрей мне кажется ее вообще не существует на блюрей и есть очень большое количество фильмов которых либо не существует на блюрей в принципе не быть невозможно найти поэтому ты приходится иногда покупать на 9 по причине что либо на блюрей я просто не смогу найти при всем желании либо эти фильмы никогда не выходили на блюрей например вот из недавних у меня покупок я именно сделал выбор в пользу 9 именно из-за ассортимента потому что то что сейчас предлагается на озоне на гол диски на в общем везде где там продается у меня практически все это есть поэтому мне этот ассортимент просто по сути не интересен они не могут предложить ничего чтобы у меня не было и а вот на дивиде есть интересные позиции и поэтому я там выбирал и выбрал значит и за дивиде я например выбрал прекрасный фильм такой комедийный 90-х годов это восемь с половиной долларов там абсолютно звездный состав там и меньшов и охлобыстин и федор бондарчук и в общем кого там только нет абсолютно одни звезды в общем может быть в тот момент они так не звездили но но это потрясающий актерский состав и фильм юморной прекрасная музыка группа 0 настоящему индейцу нужно только одного и так далее ну то есть обалденный фильм ну где вы такое найдете на блюрей или например особенно национальной охоты ну просто национальный фильм потрясающий я не видел его на блюрей просто его нигде не продается даже если он вдруг выходил но его нету поэтому а вот на дивиде его можно получить ну уж не говоря операции с новым годом тоже нигде не видел или там те же национальные охоты там другие фильмы рыбалки там синие периоды тоже и так далее так далее ну где их на чем их можно найти где такие блюрей с этими фильмами я не знаю я не вижу это и так далее в общем когда придут мне там достаточно много я взял ну например тоже мне понравился довольно фильм ученик классный фильм который показывает для чего может увлечение докатиться до какого фанатизма ну такой философский классный фильм и мне кажется для него в этот формат блюрей не очень не нужен потому что там важна суть важен смысл а не пиксели поэтому тоже как бы не очень принципиально или допустим на дивиде ультрафиолет сам фильм ультрафиолет с милой ович он вообще-то не так некачественно снятый такие камеры еще примитивные тех времен хорошо особо ты не умели снимать низкое разрешение достаточно был поэтому возможно на блюрея она бы чуть-чуть получше бы и показывала но не факт это во первых а во вторых но и где купить такой фильм на блюрей если мы его просто нигде нет тут поэтому в общем я забрал это ультрафиолет на озоне и как оказалось это было последнее последний диск который был на озоне и это не последний также еще интересный был диск это что-то там вроде приключения в коннектика или как-то так для с удивлением узнал что это комедия абрахам с ацукеров моих любимых режиссеров комедийных но я пересмотрел практически ну все что можно с ними но почему-то я и даже не знал что у них такой фильм есть а также я смотрел и совершенно секретно и аэропланы ну в общем все что они только снимали там конечно же крысиные бега и так далее так далее вот но вот это пропустил это же возможность это как-то лицезреть это только дивиди формате по крайней мере из того что можно купить в общем вот это вы получаете ответ почему все еще дивиди оказывается актуальной в двадцать первом веке в мире 4к и грядущем 8к и так далее по банальным причинам поэтому все что для этого нужно всего лишь хороший телевизор который вам покажет значительно более лучшую картинку чем вы могли бы ожидать в общем друзья понравилось видео можно поддержать донатом ссылки на донат под видео пишите какие у вас есть любимые фильмы которых нету на блюрей какие вы считаете есть преимущества у дивиди и какие преимущества есть у блюрей будет интересно подискутируем пишите в комментариях пока до новых встреч